Беседа на утренней прогулке с его божественной милостью Аче Бхактивидантой с вами Прабхупадой. 6 марта 1974 года в Майпуре, Индия. В той деревне было всего двое индусов. Тем не менее, мусульмане приняли нас, организовали наш киртан, распространение просадок. Очень хорошо. Мы чувствовали, что это милость Нитянанды. Да. Сначала мы испугались. Харидас Брамачари сказал мне, это же мусульмане, они не будут нам никоим образом помогать, они не будут принимать просад. Нет, нет, все будут нам помогать. Возможно, порой даже индусы против нас, а не мусульмане. Во времена Чайтани Махапрабху, даже индусы были против его движения. Браманы, они жаловались Кази. Это же не движение индусов. Это Сан-Киртана. Поэтому Кази пришлось принять меры, чтобы остановить движение Сан-Киртана. И Кази пошел на это из-за жалоб со стороны индусов. Аналогичная ситуация произошла в Бомбее. Да. Индусы, они хотели разрушить наш храм. И они сломали часть храма. Ты не знал? Как так? Это была настоящая битва по инициативе муниципалитета, который был подкуплен другой стороной. Ты что, не слышал про эту войну? Нет. Как так? На нашей выставке мы выставили статьи об этом. На индийской выставке. В Бомбее мы осветили эту проблему. Обрыв записи. Гулять по вечерам. По полям. Обрыв записи. Если вы найдете землю на продажу, я могу попросить Махадевью. Он может заплатить за нее. Обрыв записи. Американцы не могут даже спать без машины. Они должны чувствовать запах машины. И тогда они могут спокойно заснуть. Есть история про рыбака. По вечерам. До сих пор это происходит в Индии. Вечером вы можете попроситься на наследок к любому домохозяину. И он пришел к кому-то, я хотел бы провести ночь в твоем доме, сказал, он, хорошо, добро пожаловать, проходи. У него была корзина из-под рыбы. И хозяин сказал, оставь корзину. На улице. Я спи внутри. Он не мог, он выросился, он не мог заснуть. Всю ночь он не сомкнул глаз. И тогда хозяин спросил, ты что, не спал? Нет, сэр. Почему? Потому что у меня корзины остались там, на улице. А что в корзинах? Ну, ничего, но если я не чувствую запаха, я не могу заснуть. Вот так и американцы. Если не чувствуют запаха машин, они не могут спать. Привычка – вторая натура. Для обычной физической работы они используют множество разных механизмов. Я видел, как это делал Крандар. По крайней мере, такой инструмент должен быть, который делает дырки. Это просто обязательно. Недавно пропадал, я увидел один приборчик для подпиливания ногтей. На батарейках работает. Да, да, для массажа тоже. У них есть механические зубные щетки. Вы просто наносите зубную пасту, и приборчик сам за вас все делает. Некоторые ученые хотят создать разные части тела. Искусственную руку, искусственную ногу. И они тратят очень много денег и времени, чтобы изобретать эти сложные механизмы, которые повторяют функции тела. Высшая их цель, как говорят ученые, состоит в том, чтобы создать цельное человеческое тело, чтобы человеку не приходилось больше умирать. Он мог бы просто заменять части своего тела, которые разваливаются. Но изобретатель этого механизма умрет. Он даже себя не может спасти. Он может создать машину, которая не погибнет, но он сам погибнет. Правильно? Насколько же он совершенен? Вы можете себе представить, он создает что-то совершенное, что не погибает, не разрушается, но он сам умрет. Поэтому он несовершенен. Как же его машина может быть совершенной? Это очень логичный аргумент. Он несовершенен. Но он не может создать такую машину, такого устройства, чтобы самому не умереть, они говорят в будущем. Но выбьем их по голове за это. Как раз это и та самая зацепка, за которую их можно схватить. Они создают совершенные механизмы, но сами себя совершенными сделать не могут. Почему бы вы не спросить? Сделайте машину, чтобы вы сами не умирали. Ваша машина не разрушится, но... Хорошо, но вы сами-то... Почему умираете? Что они ответят? Они говорят, что они когда-нибудь придут к такому моменту, когда каждая причина смерти, допустим, плохое сердце, они изготовят искусственное сердце. Хорошо, вы можете все это сделать. Делайте, но почему бы вам это не сделать в отношении себя самого, чтобы не умирать? Они скажут, ничего страшного, мы на будущие поколения работаем. Какие будущие поколения? Вы не можете воспользоваться своим прибором. Глупость? Вы голодаете, и вы говорите, что я буду распространять и раздавать просад. Что за глупость? Вы сами голодаете, и вы гордитесь тем, что раздаете пищу другим. Разве это нормальная логика? Здравое предложение? Прежде всего, решите проблему собственного голода. Тогда вы можете говорить, я решил проблему своего голода, теперь я буду раздавать пищу голодным людям. Все ученые и лидеры такие. У них нет никакого представления. Поэтому мы называем их негодяями-глупцами. Они могут выставлять себя учеными, но мы считаем их глупцами-негодяями. Некоторые из них так хотят быть Богом, они думают, что они создадут жизнь и тела, и так далее. Единственный вопрос в том, прежде всего, сохраните свою жизнь, тогда вы можете спасать жизни других. У вас уже есть жизнь, сохраните ее, защитите ее при помощи какой-нибудь машины, механизма или каких-то химических веществ. Тогда можете нести всю эту ерунду. Что ты думаешь, Вишнаджа Махарайдж? На выставке, на ярмарке в Соединенных Штатах они показывали все, что делают ученые. И один ученый изобрел машину, которая стоит 100 тысяч долларов. Эта машина может поддерживать жизнь клеток мозга, и они ожидают, что... Они, конечно, еще не сделали это ни с кем, но они ожидают. Ожидания у них есть, да. Любой дурак может иметь какие-то ожидания. Они делали это с козлиной головой. Мы сейчас озабочены тем, что мы делаем сейчас. Нас не интересует то, что там в будущем будет. Не доверяйте будущим, каким бы радужным оно ни казалось. Может быть, вам это нравится, но мы этому не верим. История показывает, что после смерти мозг не работает. И мы приходим к этому простому выводу, что этот мозг бесполезен. Итак, я прав или нет? Вы правы. Судам Витра, ты очень критически все оцениваешь. Я прав или нет? Вы правы. Спасибо. Сваруп Дамадар спросил у одного ученого. Вы говорите, что жизнь начинается с химических веществ. Допустим, я предложу вам все химические вещества, чтобы вы создали жизнь. Можете? Он говорит, нет, не могу. Вот что они предлагают. Они тратят народные деньги и одурачивают просто людей. Они летят на Луну, на Чандр-Локу, на Венеру. Просто пустое времяпрепровождение. Опять в Сан-Франциско в газете напечатали. Это просто трата времени и денег. В 1968 году я написал «Легкое путешествие». Я там написал, что все это ребячество. Ты читал? Да. Очень хорошая книга. Поэтому мы можем смело сказать, опираясь на силу ведических писаний, что все эти попытки — это ребячество. Те, кто делает это, — глупцы и негодяи. Теперь они уже не говорят о полете на Луну. Они теперь пытаются на Венеру полететь. А что случилось с Луной? Опять отклоняются. Просто тратят деньги и время. Они опять отвлекают внимание людей, чтобы пользоваться их деньгами. И народ тоже глуп. Верит всему этому, всем этим россказням. В США, проупадок, камни, которые превращались с Луны, они показывали в разных городах. Люди становились в длинной очереди, чтобы посмотреть на эти крошечные камешки. Негодяи. Они выставили охрану вокруг этих камней. С автоматами, чтобы никто не украл. Это их божество. Они поклоняются вместе с охраной. Они не молятся Богу, который все это создал. Однажды один вор пришел к управляющему банком в какой-то западной стороне, и он принес с собой бутылочки с жидкостью. Он сказал, «Я сейчас смешаю эти вот, эти два одеколона, и весь банк взлетит на воздух». И они испугались, потому что так именно поступают ученые. Поэтому выпишите мне чек. «Двести миллионов, иначе я сейчас смешаю это». И тот выписал ему чек. И это бомба с замедленным действием. «Если позовете полицию, или арестуйте меня, в течение того времени все взлетит на воздух», он сказал. Таким образом, он взял чек. Через некоторое время управляющий позвонил в полицию и объяснил, «У меня здесь бомба лежит на столе». Полиция приехала, они с большой осторожностью все это собрали, отвезли в химическую лабораторию. Химики тоже очень боялись. И потом они обнаружили, что это просто глицерин. Такие глупцы. Это просто эксплуатация денег невинных людей, заработанных кровью и потом. Если вы отправитесь в этот фонд и скажете, «Дайте нам денег на распространение сознания Кришны, на печать книг». Нет, нет, нас не интересует религия. Нас интересует научное открытие, глицерин. Очень рационально. Они думают, что они очень рациональные люди. Да, рациональные. Собака тоже рациональное существо. Но собака есть собака, человек есть человек. Если закричать на собаку «хат», она сразу становится. Разве она не рациональна? Это рациональность. У нее есть разум. Она понимает, этот человек хочет остановить меня. И она останавливается. Что касается еды, она очень рациональна. Она знает, чем она питается. Собаке не нравится еда, где очень много ги. Им нравится мясо, полуиспорченное, сухие кости. Это ее разум. Она понимает, что это моя пища. Точно так же свинья. Ей нравятся есть экскременты, но она отвернется от халавы. У нее тоже есть свой разум. Так же, как вы не станете есть экскременты. Вам хочется халавы. У вас есть рациональность. У нее тоже есть свой разум, свое рациональное мышление. Она не будет есть халавы, она будет экскременты кушать. В чем же тогда разница между вашим разумом и ее разумом? В чем разница между вами и ей? Вы от чего-то отказываетесь, она тоже от чего-то отказывается. Где здесь недостаток разума? Баба Нанда рассказывал, что раньше он держал дома свинью. И он предлагал ей сладости, но она не ела их. Она валяла их в земле, и когда они были сквозь в земле, в грязи, только тогда она съела это. И на вкус эти сладости показались такими отвратителями, что она попыталась смешать их с чем-то вкусным, чтобы проглотить. Что там свинья? У меня друг был. Если ему предложишь расагулу, он попросит немного соли. Расагулу... Он съедал расагулу с небольшим количеством соли. Он не мог есть без соли расагулы. И в конце жизни мой отец, он смешивал рис с молоком. И так же он с этим немного принимал кари. Такой вкус у человека. Парамахамса и Паривраджикачария проповедовали. Где он? На востоке. В Сиаме. В Таиланде. И там они кормят людей расагулами, но они поливают их соевым соусом. Горьким соевым соусом. Только после этого они едят. В Берме мой гурмахараш открыл филиал. Когда они жарили пури, на первоклассном ги, все жители кривились в отвращении. Что вы тут жарите? Они просто не могли терпеть, не могли вынести запаха. Но в Берме есть такое блюдо под названием нафи. Что значит нафи? Они подвешивают на двери большой кувшин и складывают туда всех мертвых животных, насекомых, тараканов. И в течение сезона дождей он наполняется водой. И там все это бродит несколько лет. Затем это зловоние настолько ужасно, что если открыть крышку, вы просто падаете в обморок от этого зловония. Через некоторое время они сцеживают воду, и на фестиваль они это все раздают. Нафи. И если же что-то жарить на ги, они спрашивают, что вы тут такое жарите? Поэтому Наратам Дастакур говорит, Карма-канда, есть три канды. Карма-канда, гьяна-канда и упасана-канда. Итак, упасана-канда — это бхакти. Вместо того, чтобы следовать упасана-канде, поклоняться Всевышнему, если человек обращается к другим методам, карма-канда, гьяна-канда, они считаются бишера-банда. Это просто кувшины с ядом. В результате, если вы идете этим путем, то вы будете продолжать перевоплощаться. И вам придется есть всевозможную отворотительную пищу, потому что сейчас, возможно, человек, но в следующей жизни вы можете стать свиньей. Все это сравнивается с кувшинами, с ядом. Нужно идти лишь по пути бхакти-канды. В противном случае, наша жизнь становится рискованной. Гьяна-канда тоже небезопасна, потому что высшая цель гьяна-канды — это слияние с Браманом, но там они не могут находиться, потому что Браман — это просто вечная жизнь, вечность, но там нет Ананды. Но мы же ищем Ананды. Предположим, если вы спросите, вы хотите вечно жить на этой земле? Вам это понравится? Вы никогда не умрете. Вы будете жить вечно, но никто сюда не придет. Никто с вами не будет разговаривать. Вам это понравится? Нет, никому не понравится. И вот с этим можно сравнить осознание Брамана. Каждое живое существо желает Ананды. Ананда, что это такое? Мы гуляем вместе, разговариваем вместе. Это Ананда. Если бы я шел один, я бы не испытывал никакой Ананды. Мне бы это не понравилось. Никому это не нравится. Итак, Ананда подразумевает общение. Поэтому Ананда всегда там, где Кришна. Когда вы играете с Кришной, когда танцуете с Кришной, разговариваете с Кришной, служите Кришне, заботитесь о Кришне, в этом есть Ананда. Если же вы хотите стать единым с Браманом, вам придется снова упасть. Поэтому Гьяна Канда несовершенна. Идя путем Кармы Канды, вы можете переселяться из одного тела в другое, из одной планеты на другое. И Гьяна Канда странствует по всей Вселенной. А Гьяна Канда это тоже нестерпимое положение, потому что вы сливаетесь. Пока вы не придете на путь Бхакти Канды, вы не сможете испытать настоящей жизни и блаженства. Таков вывод. Это Кадарья. Столько разных деликатесов. До начала этого движения в Европе и Америке они ели всевозможные Кадарьи. Всевозможные рода Кадарьи. Они просто варили мясо, а потом добавляли немного соли, черного перца и ели это. Разве нет? Да. И съев этого мяса, 700-летний хлеб, режете его. Немного масла обмазываете и запиваете вином. Сейчас они едят расагулы. Я прав или нет? Да, правы. Объясни. Раньше они ели мясо, сейчас едят расагулы. То есть, их вкус стал лучше. Это наша группа Киртона, да. Мы прошли далеко. Нам вернуться? Или вы еще хотите? Обрыв записи. На каждый вид жизни действует Аваронатника Шакти. Живое существо чувствует, что оно хорошо устроилось. Даже свинья. Так действует майя. Аналогично, даже если вы думаете, сейчас у меня человеческое тело, в каком я хорошем положении. Я лучше, чем свинья. Это тоже ошибка. Я европеец, я американец. У меня такая хорошая жизнь. Все это ошибка. Потому что вам приходится переселяться. Вы не знаете, кем вы родитесь в следующей жизни. Поэтому какой смысл в этом хорошем положении? Это ошибка. Это майя. Вы не уверены, что вы будете продолжать жить так, такой жизнью. Вам придется умереть. Это майя. Кто-то сейчас в хорошем положении, он думает, зачем мне заниматься? Этим сознанием Кришны мне и так все хорошо. Я европеец, я американец. Европейцы и американцы будут приезжать и танцевать, петь Джайеша Чинамнан, Джайеша Чинамнан. Вот что происходит. По милости Прабхупада Махараджа. Когда они поют, танцуют, я вспоминаю Бхактинода Такура. Я молюсь Бхактиноде Такуре. Сейчас они пришли к тебе за прибежищем. Пожалуйста, дай им прибежищную защиту. Что я могу еще сделать? Я не могу ничего больше. Мы тоже следуем Бхактимарге. В чем разница между нашей философией и ими? Они тоже ващнавы. Нет, разницы нет. Это просто другая форма. Они поклоняются Бала Кришне. Мы же поклоняемся Кишора Кришне. Мы поклоняемся Бала Кришне тоже. Гаудья ващнавы поклоняются разным играм Кришны. Но они особенно подчеркивают Бала Кришну. Кришна ребенка. Это проявление духовного разнообразия. Разницы нет. Нет разницы. Чит Вайчитра. Именно этот термин используется. Чит Вайчитра. Чит значит духовный. Вайчитра значит многообразие. Куда ведет эта дорога? К реке. Когда пришел Господь Читания, он подчеркивал поклонение Радхи Кришне. А ващнавы до его прихода? Нет. Другие ващнавы. Например, эта группа ващнавов. Они поклоняются главным образом Бала Кришне, Гапалу. У нас тоже есть наш Гапал. Мадавендра Пури установил Гапала. Сейчас этому Гапалу поклоняются в Натхадваре. Бала Сампрадая Валаба. Но это божество Галдия Ващнавов. Это было признано в суде. Обрыв записи. Люди в нынешнюю эпоху не знают, что душа переселяется из тела в тело. И сама по себе эта ситуация, когда приходится менять тело, не очень хороша. Они не знают ничего. Они также не понимают, что тело меняется. И они не чувствуют, что вот эта постоянная необходимость менять тело, это плохо. Они не стараются решить эту проблему. Они тратят все свое время на решение временных проблем. Но настоящие проблемы они откладывают в сторону. Просто сбиты с толку тремя гунами, сатва Раджа Тамагуны. Они не знают, что высшая цель это Кришна. Не знают этого. Об этом сказано в Бхагавадгите. Их тело изнашивается, стареет. Тем не менее, они тратят все свои силы. Нет, он желает. Он создает тело. Например, иногда мусульмане думают, что тигр это лучшая форма жизни. Сера. Серхая. То есть, это означает, что стать тигром это совершенство жизни. Но станьте сэрой. Кришна предоставляет вам эту возможность. Он в вашем сердце хорошо. Получи эту возможность. Стань сэрой. Но когда он становится сэрой, он иногда по месяцу голодает. Тигры не бывают слишком толстыми, потому что они не могут себе позволить постоянно есть. Все животные знают. Это тигр. Они избегают тигра. Только волею случаям удается схватить кого-то. Таково его положение. Ты хотел стать сэрой. Ну хорошо, стань сэрой. Прыгни на какое-нибудь животное и пей его кровь. У тебя есть все возможности для этого. Клыки и когти. Но счастлив ли он? Но все думают, вот если бы я мог стать таким, я был бы таким счастливым. И Кришна дает вам все возможности. Ну хорошо, стань таким. Вот как работает закон перевоплощения. Мы думаем о чем-то таком. И Кришна дает нам возможность. Хорошо. Воспользуйся этой возможностью. Стань таким. Но это не сделает тебя счастливым. Поэтому в конечном итоге говорится, Сарва Дхарман, оставь все это, все эти глупости. Прими мои слова. Это твоя Дхарма. И это принесет тебе благо. Эти самые сокровенные наставления. Есть история об одной пожилой женщине. Она страдала. Ей приходилось собирать хворост в джунглях и продавать его на рынке. Однажды она молилась Кришне. Господи, пожалуйста, помоги мне. Я очень бедный. И однажды она несла эту вязанку, дров, и она упала у нее с головы. Рядом не было никого, кто мог бы помочь ей, и она заплакала. Кто же теперь мне поможет? Она начала молиться Богу. Пожалуйста, помоги мне. И Бог пришел. Что ты желаешь? Кто ты, Господин? Я Бог. Пожалуйста, помоги мне. Возьми эту поклажу и водрузи мне ее на голову. Хорошо? У Бога она просит, пожалуйста, помоги мне положить вязанку на голову. Вот так все и поступают. Пусть моя семья будет очень счастлива. Пусть мой сын женится. Пусть он сдаст экзамен в институте. То это то же самое, что положи мне вязанку на голову. Об этом они молятся мудхи. Жизнь предназначена для постижения Кришны, для поклонения Ему, а он просит, водрузи мне поклажу на голову. Поэтому такой человек мудха, он негодяй, глупец. Он просит то, что никогда не сделает его счастливым, даже если он сольется с сиянием Брамана. Это никогда не сделает его счастливым. Но он этого не знает, поэтому он мудха, негодяй. Очень ясный, показательный пример. Да, все просят, пожалуйста, помоги мне положить этот груз на голову. Все просят об этом. Кришна-мантра, что это значит? Мы ничего у Кришны не просим, мы лишь молимся Ему, пожалуйста, займи меня в служении Тебе. Вот, что значит Харея Кришна. Такой человек думает, пусть он займет меня тем служением, какое ему нравится. Я ничего не требую какого-то конкретного служения, потому что это тоже чувство наслаждения. Если я начинаю говорить, займи меня именно этим служением, это тоже удовлетворение чувств. Когда человек полностью предается и просит, пожалуйста, займи меня так, как ты желаешь того, вот это чистая преданность. Вы не можете навязывать Кришне что-то, потому что он хочет Сарвадару, но прежде всего предайся, тогда я дам тебе служение, которое ты можешь сделать. Если же я начинаю требовать диктовать, тогда Кришна скажет, хорошо, возьмите за это, и тогда вы снова будете несчастными. Не нужно диктовать Кришне. Пусть он вам диктует, и это даст вам счастье, но все диктуют. Пожалуйста, дай мне это, дай мне то, дай мне это, дай мне то. По какому праву вы диктуете Кришне? диктовать. Как только я начинаю диктовать это проявление желания удовлетворять чувства, это не чистая преданность. Аня это это чистый преданный. Это требует практики, чтобы прекратить желать ради себя. Да, поэтому практика состоит в том, что нужно просто желать то, чего желает ваш Духовный Учитель, о чем он говорит, не желайте сами. Если вы исполняете желание вашего Духовного Учителя, Кришна будет доволен вами, потому что он представитель, он непосредственный представитель, он босс. Если вы удовлетворите его, Верховный Господин тоже будет удовлетворен. Если он сообщит, что вот этот чиновник, он делает свою работу очень хорошо, этого будет достаточно. И все просадут Бхагават Прасаду, так заповедуют шастры. Человеческая жизнь не дает нам никаких преимуществ, только потому что вы пришли, теперь у нас есть преимущество. Только если Духовный Учитель приходит, тогда человеческая жизнь становится преимуществом. Да. Поэтому веды наставляют так. Гурум Эл Абьягачият, вы должны, вы обязаны обратиться к Духовному Учителю, если вы хотите достичь совершенства в жизни. Нельзя думать, могу пойти, могу не пойти. Вы должны, вы обязаны. С этого начинается человеческая жизнь. Иначе такая жизнь просто жизнь животного. Вот у кого нет Духовного Учителя, тот, кто не подчиняется никому, действует по собственной прихоти. Это жизнь животного. Но настоящая жизнь начинается именно с этого. Это предписание Вет. Вы не можете ничего делать, не слушаясь указаний Духовного Учителя. Это предание. Какая хорошая вода. И вы обнаружите многие тысячи. И мы думаем, если я уйду, кто будет кормить моего сына, кто будет кормить мою дочь? Человек никогда не задумывается. Если Верховный кормит стольких животных, он удовлетворяет потребности всех. Почему он не будет удовлетворить потребности моих и моих детей? В мае находится тот, кто думает, что без меня все пойдет прахом. Так думал Ганди, пока его не убили, он думал, что без меня Индия будет развалена. Индия была развалена, действительно. Поэтому он хотел сваража добиться. Но после его смерти Индия все равно развалилась. Это карма Индии. Индия должна была страдать. Без Ганди или с ним. Прокрита, все делается материальной природой. Прокрита, все делается материальной природой. Под влиянием разных гун природы. Но негодяй, сбитый с толку, думает, что без меня все развалится. Я директор. Я просил Ганди освободить себя от этой политики. Проповедуйте Бхагавадгиту. Нет. Его убили. Даже Ганди совершает ошибки, не говоря уже о других. Каковы последствия свараджа? Каков результат? Люди голодают. Вот и все. Англичане в период своей власти, по крайней мере, не допускали такого. Это факт. Говорит на Бенгале. Они извлекали собственный интерес. Они извлекали прибыль. Не забывали о народе. Но безбожники, они так и ведут себя. Ганди был учеником Бхагавадгита, но он никогда не учил о Кришне. Именно об этом говорит Бхагавадгита. Но он учил Бхагавадгита без Кришны. Но они хотят получить молоко, убив корову. Индусы обратились к Ганди. Вы делаете столько для мусульман. Мусульмане слушаются вас. Почему бы вам не остановить это убийство коров? А как я могу вмешиваться в их религию, сказал он. То есть он считал, что убийство коров – это религия. Он был глупцом. Если кто-то скажет, что резать глотки другим – это моя религия, вы что, позволите? Да, пожалуйста, делай это. Пойдем этим путем чего пропада. Обрыв записи. Это доказывает, что причина рака – это употребление говядины. Да. Проказы тоже из-за употребления говядины. По статистике, это третья причина, приводящая к максимальному числу жертв от несчастных случаев. К употреблению говядины, да, когда они в состоянии алкогольного пенения, но попадают в аварию. Я думаю, что это вторая причина. Но когда человек давится за столом, употребляя мясо, он задыхается. Это очень часто случается. В ресторанах они во время еды настолько погружаются в процесс поглощения пищи. Не успевают пережевывать это мясо. Они проглатывают его и давятся. Они начинают задыхаться. Во многих больших ресторанах у них есть такие занословатые вилочки. Если кто-то давится, они засовывают эту вилочку в глотку и достают этот кусочек. И тогда человек снова способен есть. Но это одна из самых высоких причин смерти в мире. Они давятся мясом. Как собаке, если дашь ей мясо. Но собака не давится. Но иногда они тоже давятся. Для собаки это естественно. У нее зубы приспособлены для мяса. У людей нет столько зубов для мяса. Они пытаются есть его и давятся. Движение сознания Кришны решает все проблемы. Оно всеобъемлюще. Люди должны внимательно его изучать. И принять его. И тогда они будут счастливыми. В противном случае, все эти планы – вздор. Планы со стороны ученых, философов – все они негодяи. Майя Апхарита Гьяна. Они кажутся очень учеными. Но Майя уже уничтожила их. У них нет разума. Почему Ассурим Бхава Машита – жизнь создана Богом? Но они этого не признают. Они считают, что жизнь возникла из грязи. Какой случай подтверждает тот факт, что жизнь возникла в результате химических элементов? Они говорят, это мы докажем в будущем. Пнуть их нужно башмаком по лицу. Негодяев. Вы что, примете чек, который будет оплачен в будущем? Тогда почему я должен верить в теории этих негодяев, если кто-то дает мне чек на 1 миллион долларов и скажет, через 300 лет мы его оплатим? Что, разве я захочу взять такой чек? Так почему эти глупцы предлагают эти чеки? Попад, они говорят, что они столько уже сделали. Что они сделали? Почему люди голодают? Они скажут, что мы создали столько машин. Мы летаем на Луну, но мы же не можем питаться машинами. Создайте рис, пшеницу своих машин. Что они? Что вы сделали? Они просто уводят людей. Вместо того, чтобы пахать землю, они изобретают машины. И в результате люди голодают. Вот что они сделали. Накормив людей ложными обещаниями. Мы будем вам платить зарплату 500 рублей в месяц. Переезжайте в город, у вас будет работа. И человек подумал, о, я здесь только пашу, выращиваю что-то. А там у меня будут деньги, я буду ходить в кино, у меня будет одежда. А сейчас у людей нет даже пищи. Вот что вы сделали. Какое влаго приносят эти машины? Мы покупаем... В детстве у нас не было столько механизмов. Мы покупали за 3-4 анны целый мешок риса, первоклассного риса. А сейчас мы можем купить только 1 килограмм за эту сумму. 10 рублей за килограмм. Таким образом, если человек негодяй, он будет сбит с толку. В противном случае здравомыслящие люди не пойдут на поводу этого всего. Они скажут, мы столько всего сделали. Но что вы сделали? По крайней мере, в Индии последствия этих механизмов и заводов в том, что риса нет, пищи нет. При помощи машин они смогут камни крошить и перемешивать их в рис. Как вы много сделали. Как вы много сделали. Но Индия не предназначалась для этих механизмов. Эти негодяи не знают об этом. Культура Индии – это простая жизнь и возвышенное мышление. Вам необходима пища. Выращивайте пищу. Ешьте и повторяйте Харе Кришна. Но они не согласятся с этим. О, это примитивная жизнь. Сейчас должна быть машина у человека с покрышками. Фермер увидит, что в городе платят по 300 рупий в месяц. И он убежит в город. Он перестанет работать на поле, и пищи не будет. Да, потому что люди в городах нуждаются в пище. Они убивают коров. И все. И считают, что этого достаточно. Пусть фермеры работают на меня, или они думают, что мы будем выпускать болты и гайки и делать прибыль на этом. Вы делаете прибыль, но другие. Какой смысл, правопадмахараш, в этой прибыли, когда вы не получаете пищи, у вас нет ни одежды, ни еды? Какое благо принесет эта прибыль? Но им наплевать на других. Они пьют вино, гоняются с женщинами, оплачивают это деньгами, полученные на черном рынке, и довольствуются этим.